Долгое время дом Муштакова пустовал и разрушался. Восстановление здания стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства региона и победе в конкурсе грантов президента на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году. В Самаре в рамках Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» прошла кейс-сессия «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения дома Муштакова». Об уникальной истории спасения шедевра деревянного зодчества гостям рассказали научный руководитель проекта Андрей Баде, архитектор Дмитрий Храмов и временно исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. Уникальным моментом этого объекта являются раскрытые первоначальные конструкции потолка и чердачного пространства. И каждый может увидеть, как виртуозно наши предки обращались с деревом как на фасаде в декоративной резьбе, так и в конструкциях стропил и перекрытий. Реставрация здания выполнена в стиле эклектика. Первый этаж – это уютная традиционная чайная с необычным названием «Заварка». Внимание многих гостей привлекает морозная стена. За стеклом можно увидеть разные предметы быта. Столы, лавки на первом этаже – они все созданы из старых конструкций, которые не пригодились в реставрации, то есть часть была вырезана, часть там сгнила, часть там сгорела, а вот отдельные куски мы перевели в мебель, которая сейчас продолжает свою жизнь в этом доме. То есть реинкарнация такая произошла. На втором этаже можно увидеть выставочное экспозиционное пространство с конференц-залом, где проходят лекции и мастер-классы. Дом Маштакова сохранился до наших дней. Здесь много аутентичных деталей, чтобы горожане 21 века имели представление о том, как жили люди в начале века 20-го. Один из экспонатов вполне себе утилитарный. В одной из комнат установлена вот такая водоразборная колонка. Вода из нее подается в ведро. Механизм, конечно, уже исторический, но со своей работой справляется. Также внутри здания расположились уникальные печи 19 века. По задумке автора проекта они говорящие. Можно легко открыть заслонку конструкции и заглянуть внутрь. Там гостей ждет много сюрпризов – фото или видеоинсталляция. Администрации Самары предоставлена субсидия на организацию работы Музея-галереи Заварка, проведение тематических выставочно-просветительских мероприятий по теме деревянного зодчества Самары и сбережения истории. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Ксения Баканова, Николай Сидоров.